Я приходил во вторник на той неделе. Сидела одна девчонка. Она посмотрела на меня, я женой приходил. Я говорю, что у вас народу никого? А у нас системный сбой. История этих людей похожа. Каждый принес свои деньги в кооператив Капитал Инвест и каждый по итогу остался ни с чем. А несколько лет назад в рекламе фирма обещала, если не золотые горы, то вклады под хорошие проценты. Приходите, вкладывайте, стопроцентная гарантия. И где у нас стопроцентная гарантия? Все лопнуло, рухнуло. Нас вот таких лохушек сопирают, пенсионеров. Ага, обещают 13,5% годовых. И все, нас кинули. Кинули. Куда обращаться, чего? Кооператив Капитал Инвест не был фирмой-однодневкой. Обманутые люди рассказали, что существовал он минимум 4 года. Притом открылся не в Рязани. Есть 14 филиалов практически в каждом уголке России. Говорят, в Рязани Капитал Инвест появился одним из последних. Я узнала по рекламе. По телевизору, по рекламе. Я узнала даже адрес. Я потом смотрю рядом адрес и пришла. Даже у меня срок уже закончился, у меня в данный момент не было. Я попросила. И слава богу, все хорошо было. Потом я переложила деньги, даже пополняла. И потом три дня уже смотрю, закрыто, закрыто, закрыто. И даже не ответы. Вклады были застрахованы. Капитал Инвест даже раздал каждому пайщику страховое свидетельство от компании Якорь со всеми печатями. Срок действия истекает в 2019 году. Правда, есть одно но. 2 ноября Банк России отозвал лицензии страхового акционерного общества Якорь. Это решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, ставших основанием для приостановления действия лицензии. Истории у всех заканчиваются одинаково. Даже на объявлении у двери в офисе появилась надпись о сборе обманутых вкладчиков. Очевидцы говорят, к утру у дверей стояла большая толпа. Приезжали из Москвы. Вот только ни к чему это не привело. Никто так и не появился, а телефоны молчат. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, ожидайте ответа оператора. К сожалению, в настоящий момент мы не можем принять ваш звонок. Пожалуйста, оставьте свой номер телефона после сигнала. Мы вам обязательно перезвоним. Пострадавшие говорят, что молчат абсолютно все телефоны. А у дверей в центральный офис в Москве с самого утра также собрались люди, которым никто не вышел. Ответил только телефон арендодателя. Он, кстати, тоже пострадал от компании, но иначе. Договор еще действует. И аренда не закончилась по договору. Они собрались и уехали. Они не заплатили ни арендную плату, ни коммунальные услуги. Ничего не оплатили и уехали. Арендодатель рассказал, что Капитал Инвест снимал помещение на протяжении четырех лет. Действующий срок еще не закончился, но денег они так и не заплатили. Арендодатель сказал, что звонил и в центральный офис компании. Ну, кто подписан в бегах, а центральный офис, они общаются со мной, но они говорят, что мало шансов у вас получить арендную плату, потому что пострадали вкладчики. И в первую очередь, если даже есть какие-то деньги, то они файлы вкладчикам. Компенсация вклада. Обманутые вкладчики уже написали заявление в полицию и в прокуратуру. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания Город.